Добрый день, коллеги! Меня зовут Вачкова Светлана. Я представляю проект перспективные городские исследования. Рост значения городов не только результат нарастающей урбанизации, но и результат переосмысления роли и места городов. Уже в настоящее время более 50% мирового населения проживает в городах, и ряд исследователей фиксируют, что тренд будущего – это мир городов. Глобальный город является точкой сборки множества контекстов, смыслов и людей. Осмысление запросов города и горожан оказывается одним из направлений исследований университетов по всему миру. И деятельность городских университетов можно разделить на два направления – это образовательные программы для жителей города и научная проектная работа в интересах города и горожан. Практически все городские университеты не только имеют в качестве учебных программ и специальности урбан-план, но и ведут научные исследования и проектные разработки в интересах и по заказу городских субъектов. Это мэрии, организации местного и городского самоуправления, общественные и политические организации, бизнес. И Московский городской университет не исключение. Уже в начале XX века работал городской университет имени Шанявского, где свободно могли учиться все те, кто желает. Даже не получая документы об образовании, они могли прослушать интересующий их курс или только одну лекцию. И для нашего университета важна эта сторона деятельности, быть интересным для города и полезным для жителей города. Москва – это сообщество. Сообщества разные, самобытные, самоопределяющие, но воспринимающие себя частью города. Стратегическая программа Москвы «Мой район» основана на идее города как сообщества горожан. Эта программа предполагает вовлечение горожан и определение ими приоритетов и задач развития своего района и своего сообщества. В результате появляется необходимость запуска системы работы по мониторингу и анализу сообществ, а затем и создание по результатам исследований проектов по развитию социальной сферы города. Включение университетов в такую проектную исследовательскую работу позволяет лучше понимать потребности горожан и городских сообществ и работать с ними. Какие же заделы есть в этом направлении? С момента своего основания Московский городской педагогический университет неотрывно интегрирован в городское образовательное и социокультурное пространство. В последние несколько лет в научно-исследовательских работах университета выделяется отдельное направление городских исследований. Результаты этих исследований становятся частью образовательных программ магистратуры и учебных курсов для бакалавриата, а сами исследования города становятся образовательным форматом. Примером может служить социокультурная практика студентов первого курса бакалавриата. Студенты исследуют город и осмысляют, как можно использовать музеи, библиотеки, театры и другие объекты города в качестве образовательного ресурса. Три года работает семинар городской университет, объединяющий исследователей городской среды. По итогам исследований опубликованы четыре сборника, а также несколько десятков статей ведущих научных российских и зарубежных журналах. Результаты исследований представляются на разных уровнях, не только на научных конференциях, форумах, симпозиумах, но и через публикации в СМИ участия в разнообразных конкурсах. В 2019 году проект соучаствующего в проектировании общественных детских пространств на примене пришкольных детских игровых площадок победил в пяти из семи номинаций в конкурсе инновации образования. Результатами работы по навигации, редизайну, перепроектированию образовательной среды являются конкретные проекты в целом ряде московских школ. Еще одна форма активности университета – это участие в международных мероприятиях. Одно из них – проект «Сити Трансформерс». В этом проекте международная команда школьников из четырех крупнейших городов мира – Москвы, Копенгагена, Лондона и Мехико вместе с архитекторами, инженерами и сотрудниками городского правительства Копенгагена, работали над проектом одного из районов города. Еще одно направление взаимодействия университета и города – это разработка аудиовизуального контента. В университете реализуется телевизионный проект «Городской университет» и проект «Пластилин». Для участия в этих проектах приглашаются не только специалисты из университета, но и лидеры профессионального сообщества, писатели, художники, чиновники, бизнесмены, люди, которые интересны и студентам, и жителям города. С 2018 года университет стал организатором международного симпозиума «Образование и город». И уже второй год подряд в качестве соорганизаторов симпозиума выступают Думблинский университет и Тайбейский городской университет. Для достижения целей проекта необходимо не только создавать систему мониторинга существующих тенденций развития гуманитарной инфраструктуры города и находить точки разрыва, но и создавать механизмы продвижения университетских инициатив для эффективного решения задач развития гуманитарной инфраструктуры города. Какое же проектное решение мы предлагаем? Развитие городских исследований университета реализуется по нескольким направлениям. Первое направление – это тематические кластеры городских исследований. Кластеры выделяют ключевые приоритеты исследовательской повестки для города. На первом шаге будут сформированы кластеры, которые обозначены на слайде. Каждый из кластеров задает свою исследовательскую повестку, которая затрагивает вопросы развития социокультурной среды и сообществ города. Второе направление – продолжает работу с аудиовизуальным контентом. Мы планируем запустить систему городских событий в формате TED для представления и обсуждения ведущими экспертами в разных областях исследований о трансформации и развитии глобальных городов. Отдельный трек в этом направлении – система открытых онлайн-курсов в формате МАОК на русском и английском языках. Такие курсы не только будут представлять наиболее важные результаты исследований университета, но и будут давать возможность горожанам быть в курсе наиболее актуальных трендов в развитии городов и в образовании. Такая система поможет продвинуть научную проектную повестку Москвы. Третье направление – это создание цифровой площадки для представления исследований о городе для горожан. Такое пространство даст не только возможность познакомиться, но и стать активным участником исследований и проектов. Партнер проекта – аналитический центр автономной некоммерческой организации «Московский урбанистический форум». Среди количественных показателей результативности проекта на первом месте число реализованных проектов и исследований по городской тематике, число подготовленных и размещенных курсов, количество аудиовизуального контента, число записанных с участием преподавателей университета ТЭТ-лекций, число студентов и аспирантов, вовлеченных в деятельность кластеров и количество публикаций. Спасибо за внимание.